Столкновение произошло здесь, на узком участке дороги Нижний Новгород-Киров. Автобус, шедший на Ёжкоролу, вылетел на встречную полосу и на полном ходу врезался в лесовоз. Авария случилась около 4 утра. Почему автобус Хидр подставил правый бок под удар грузовика Скания, пока не ясно. Следствию еще предстоит восстановить картину событий. Автобус был не рейсовый, не экскурсионный, принадлежит частным предпринимателям. Но автобус просто сшилал перевозки из Москвы. Причем публика была разнообразная, то есть там были и так называемые челноки, были и рабочие, которые в Москве работали, возвращались к себе домой, и просто пассажиры по каким-то своим делам, которые двигались. Большинство пассажиров в момент столкновения спали. Те же, кто не спал, вряд ли успели что-то понять. Я помню то, что я в окно смотрела, а все остальное я уже не помню. То, что я помню, что я проснулась, а все остальное я ничего не помню. А вы какие-то шивы получили? Да, у меня с синим мозгом шивы наложили, да, нога у меня там. Все остальное так-то нормально вроде бы. В автобусе находились 48 человек. Водитель Скани и один пассажир автобуса погибли на месте. Еще один скончался в Семеновской ЦРБ. Пострадавшие получили сотрясения, переломы, ушибы различной тяжести. К трем часам дня в Семеновской больнице осталось трое пострадавших. Их состояние тяжелое, но жизням ничего не угрожает. Остальных увез домой прибывший из республики Морел автобус. По одной из версий, водитель Хидера уснул за рулем. Но это всего лишь предположение, которое возникло, потому что авария произошла ранним утром. По другой версии, причиной столкновения могли стать плохое качество дороги и наледь. Хотя, по данным ГИБДД, асфальт был сухой. Александр Позняков, Ренат Бигбаев, Объективно, ННТВ.